Духовный мир преподобного Исаака Сирина Глава 6. Смирение Для преподобного Исаака Сирина говорить о смирении – это говорить о Боге, потому что Бог в Его восприятии есть Тот, Кто в наивысшей степени кроток и смирен сердцем. Смирение Бога, согласно Исааку, было явлено миру в воплощении Слова. В Ветхом Завете Бог оставался невидимым и неприступным для всякого приближающегося к Нему. Когда же Бог облегся в смирение и скрыл свое величие под человеческой плотью, Он стал видимым и доступным. В смирении есть реза божества. В Него облеклось почеловечившееся Слово, и через Него приобщилось нам в теле нашим. И всякий, обличенный в Него, истинно уподобился к несшедшему с высоты Своей, скрывшему добродетель величия Своего и славу Свою прикрывшему смирением, чтобы тварь не была попалена видением Его. Каждый христианин призван подражать Христу в смирении. Приобретая смирение, человек уподобляется Господу и облекается в Него. Всякий, кто облегся в то одеяние, которым был видим сам Творец, облегшись в тело наше, тот облегся в самого Христа, потому что пожелал облечься по внутреннему своему человеку, в то подобие, которым Христос видим был твари Своей. Смирение в сочетании с христианским трудничеством делает человека Богом на земле. Усыновление Богу и уподобление Ему происходят не столько через различные аскетические делания, сколько через приобретение смирения. Смирение без смирения не приносит никакой пользы, а смирение и без дел достаточно для усыновления Богу. Смирение и без дел многие прегрешения делают простительными. Напротив, без смирения и дела бесполезны. Смирением, как сказал я, сделай беззакония твои простительными. Что соль для всякой пищи, то смирение для всякой добродетели. Оно может сокрушить крепость многих грехов. Если приобретем его, оно сделает нас сынами Божьими. И без добрых дел представит Богу. Потому что без смирения напрасны все дела наши и всякие добродетели, всякое делание. Человек не вправе ожидать плодов духовного делания до тех пор, пока не приобретет смирение. Даже если он прилагает большие аскетические усилия для достижения своей цели. Если будешь трудиться в прекрасной добродетели, и не почувствуешь, что вкушаешь от нее помощь, то не дивись. Ибо пока не смирится человек, не получает награды за свое дело. Награды даются не за делание, но за смирение. Кто оскорбляет последнее, тот потеряет и первое. Облекаясь в смирение, человек становится настолько богоподобным, что вызывает всеобщую любовь окружающих, которые относятся к нему как к Богу. Смирение помогает восстановить такие отношения между людьми, при которых любовь царствует между ними. Смиренного никогда человек не преследует ненавистью, не уязвляет словом и не презирает. Поскольку Бог любит его, он бывает всеми любим. И он всех любит, и все его любят. Все желают его, и на всяком месте, куда ни приближается, взирают на него, как на ангела света, и воздают ему честь. Если и начнут речь мудрый или наставник, то они умолкнут, потому что слово уступают смиренному. Очи всех устремлены на его уста в ожидании, какое слово выйдет из них. И всякий человек ожидает слов его, как слов Божьих. Все принимают его, как Бога, хотя он и не учен в слове своем, уничижен и невзрачен по виду своему. Смирение, согласно Исааку, есть некая таинственная сила, которую приобретают святые, когда достигают совершенства в добродетелях. Эту силу получили апостолы в день Пятидесятницы, когда им было заповедано не отлучаться от Иерусалима, пока не примут силы свыше. Это и означает сказанное о нем в Божественном Писании, что тайны открываются смиренно-мудрым. Этого-то духа откровений, показывающего тайны, сподобляются принимать себя смиренной. Сие есть совершенство смиренно-мудрее, блажен, кто приобрел его, потому что ежечасно целует и обнимает он недры Иисусова. Смирение есть прежде всего внутреннее качество, заключающееся в отсутствии надежды на самого себя, уповании на Бога, чувстве своего недостоинства и своей беззащитности, присутствии Святого Духа в сокровенной глубине сердца. Вместе с тем смирение проявляется вовне, выражаясь в скромном обличье и бедной одежде человека, в немногословии, ненавязчивости, оказании чести другим, стремлении избежать почестей, терпении обид и оскорблений. Внешний и внутренний аспекты смирения неразрывно связаны. Внешнее смирение оказывается ложным, если человек не смирится перед Богом в сердце. Но и внутреннее смирение не может быть истинным, если оно никак не выражается вовне. В соответствии с этим, признаки смирения бывают как внутренние, так и внешние. Если говорить о внутренних признаках смирения, то нужно указать прежде всего на глубокое чувство божественного присутствия, из которого рождается смирение. Человек не может смириться сам по себе, благодаря собственным усилиям или внешним действиям. Он смиряется тогда, когда, встретившись с Богом, познает на опыте величие Божие и собственное ничтожество. После такой встречи человек приступает к Богу в глубоком молчании сердца, не считая себя достойным даже произносить слова молитв в присутствии того, кто выше всех слов. Такая молчаливая и смиренная молитва ведет человека в таинственные глубины божественного созерцания. Истинно смиренный не посмеет и помолиться Богу, когда приступает к молитве, или счесть себя достойным молитвы, или просить чего-либо иного, и не знает, о чем молиться, но только молчит всеми своими помышлениями, ожидая одной милости и того изволения, которое и зайдет о нем от лица достопоклоняемого величия, когда преклоняет он лицо свое на землю, и внутреннее зрение сердца его вознесено к превознесенным ротам, по святое святых, где тот, которого место мрак, кто ослепляет очи Серафимов, чья добродетель побуждает легионы к ликостоянию их, кто на все чины их изливает молчание, когда они ожидают, что таинства изольются из невидимого в этом безвоздушном царстве через безгласные движения, через бестелесные чувства, через внеобразное восприятие этой бесформенной сущности и превосходящих их откровений. Сила помыслов их слишком слаба, чтобы вынести волны таинства его. Тогда он осмеливается только так говорить и молиться. А вон и Твои, Господи, да будет со мною. Другим внутренним признаком смирения является смерть человека для мира. Кто в сердце своем стяжал смирение, тот стал мертв для мира, а умерший для мира стал мертв для страстей. Полное презрение к славе мира сего является признаком смирения, происходящего от духовной мудрости. Откуда человек узнает, что он принял мудрость от Духа? От самой мудрости, которая в сокровенности его и в чувствах учит его смиренным нравам. Из чего узнает человек, что достиг смирения? Из того, что находит для себя гнусным угождать мир своим общением с ним или Словом, и в глазах его ненавистна слава мира сего. Еще один внутренний признак смирения — пробуждение в человеке голоса совести, который учит его ни в чем не обвинять Бога и ближних, не возлагать вину на жизненные обстоятельства и не оправдывать самого себя. Человек, который прислушивается к голосу своей совести, достигает духовного покоя и примирения с Богом. Постоянное обличение совести есть признак смирения. Отсутствие их в каком бы то ни было действии есть признак ожесточения сердца. Это указание на то, что человек привык оправдывать себя, обвиняя вместо себя своего ближнего, или, хуже того, сам премудрый промысл Божий. Человек не может выйти из границ смирения, если он сначала не увидит себя невиновным, обвинив вместо себя события и случаи, которые были промыслительно уготованы для него Богом. Ибо когда, строго следуя совести, увидит он себя виновным, происшедшим, тогда узнает он, что состояние его есть глубокая степень смирения. Это явно из того, что он мирен и спокоен в неожиданностях, ибо остается он невозмутимым. Вот тот покой смирения, который есть плод зрелости. Кто вошел в это состояние, у того во всяком искушении покой будет больше, чем смущение. Внутренний покой является характерным признаком смирения. Он выражается в отсутствии у человека страха перед жизненными обстоятельствами, в уверенности в промысле Божием, защищающем его от всякого зла. Смиренно мудрым никогда не бывает суетливости, торопливости, смущения, горячих и легких мыслей. Но во всякое время пребывает он в покое. Если бы небо упало на землю, смиренно мудрый не ужаснется. Не всякий безмолвник смиренно мудр, но всякий смиренно мудрый безмолвник. Смиренно мудрый на всякое время пребывает в покое, потому что нечему привести ум его в движение или в ужас. Как никто не может устрашить гору, так небоязнен и ум его. Смиренный не боится несчастных случаев, потому что боится Бога. Страх Божий вытесняет из его сердца всякий другой страх. Что такое страх Божий в понимании Исаака Сирина? Это благоговейный трепет перед Богом, боязнь оскорбить его каким-либо греховным помыслом или действием. Смирение, согласно Исааку, может рождаться из страха Божия. Однако есть и другое смирение, то, что рождается из любви к Богу. Первое характеризуется сокрушением сердца, второе же духовной радостью. Бывает смирение от страха Божия, а бывает смирение из любви к Богу. Иной смиряется из страха Божия, а другой от радости. И смиренного из страха Божия сопровождают во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушенное сердце. А смиренного от радости сопровождают великая простота и сердце бьющееся невыдержимо. Исаак Сирин сравнивает смирение с состоянием младенчества. Смиренные ради Бога должны уподобляться младенцам в своей простоте и незлобии. Тема уподобления детям присутствует уже в проповеди Христа. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Толкователи антиохийской школы воспринимали эти слова как указание на необходимость для христианина быть смиренным и простосердечным. Продолжая ту же тему, Исаак Сирин говорит о беззащитности детей, которая заставляет Бога проявлять особую заботу о них. Таким же беззащитным должен быть смиренный. Сказано, Господь хранит младенцев. Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Ногим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты. И холод входит во все члены его, а он голый сидит в день холода зимней стужи и мороза и не заболевает. Ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает тот сокровенный промысл, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним отчего-либо вред. Сказано, Господь хранит младенцев. И не только этих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставляют свое знание, опираются на ту вседовлеющую премудрость, волею своей уподобляются младенцам. Таким образом, на смиренного простирается особый промысл Божий, который окутывает человека подобно одежде, укрывая его и защищая от всякой внешней опасности. Иначе говоря, смиренный вступает в особые отношения с Богом. Отказываясь от естественных средств самозащиты, он возлагает всю свою надежду на Бога, хранящего младенцев. В немощи человеческой совершается сила Божия. Когда человек сознает собственное бессилие и призывает на помощь Бога, он непременно получает эту помощь. Отсюда неразрывная связь между смирением и молитвой. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что знание это делается для него основанием, корнем и началом, всякого доброго совершенствования. Кто познает, что имеет нужду в Божьей помощи, тот совершает много молитв, и в какой мере умножает их, в такое смиряется сердце его, ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Горцем всей, от всей души и от всего помышления нашего горцем. Господи, Божий, Господи, Вседержитель, Божий, Отец наших, молимся, услышь и помилуй. Помилуй нас, Боже, помилится и милости Твоей молимся, услышь и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ